Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик и сегодня мы с вами будем готовить чипсы, но не совсем обычные, а из вот такой вот капусты нори. Я такие чипсы просто очень сильно люблю, заказываю их во вкусвиле, но они достаточно дорогие, а тут у меня как раз осталась капуста, и я подумала, почему бы не приготовить эти чипсы дома, они получатся такие же вкусные, но дешевле. Что нам понадобится? Сама капуста нори, любые специи, у меня здесь соль и красная паприка и любое растительное масло. Сначала мы с вами берем капусту и смазываем ее маслом, используем для этого обязательно силиконовую кисточку. На самом деле, самое долгое в этом рецепте тут как раз-таки смазывать нори маслом, потому что все остальное прям очень быстро и просто. И, кстати, масло можно использовать любое растительное, у меня вообще самое обычное подсолнечное, правда без запаха. Вы можете взять бунжутное масло, оливковое, какое-то кокосовое, в общем, какое вам больше нравится, такое и используйте. И специи тоже можно брать по своему усмотрению. Если хотите острые чипсы, добавьте немножко перца чили или чесночка сушеного для аромата. В общем, здесь прям такое раздолье для творчества. Теперь берем наши листочки, ножницы и аккуратно нарезаем чипсы на квадратики. Можно заранее нарезать нори на чипсы и потом смазать маслом, но мне кажется, что целый лист смазывать как-то побыстрее. Дальше у нас есть два способа. Мы можем наши чипсы запечь в духовке или приготовить на сковородке. Для духовки мы берем противень, застилаем его пергаментом и выкладываем наши квадратики. Теперь мы посыпаем наши квадратики специями. У меня соль и паприка. Ставим противень в духовку. Духовка у нас разогрета до примерно 80 градусов и подсушиваем наши чипсы примерно 15-20 минут. Противень у нас стоит в духовке, а остаток чипсов мы пожарим на сковородке. Ну, потому что духовка есть не у всех, а чипсы, возможно, все захотят, поэтому вы такие сможете приготовить даже просто на плите. Для того, чтобы приготовить их на сковородке, мы их сначала раскладываем вот так вот на блюдо, посыпаем специями и потом уже отправляемся жарить. Очень хорошо разогреваем сковородку. Масло на нее не льем и на сухую сковородку кладем нашу чипсинку и греем буквально... Сейчас надо, наверное, прижать. Так вот прижимаем и греем, наверное, секунд 10 и потом переворачиваем. Нормально. Можно по нескольку класть, пожалуй. Главное, их тоже не пережарить, иначе они пригорят, будут не совсем вкусные. То есть мы должны их просто чуть-чуть подсушить и переворачивать. Друзья, посмотрите, всего каких-то 20 минут, и наши чипсы готовы. Они получаются очень вкусные, вообще не хуже, чем в магазине, но дешевле. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и увидимся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.